Здравствуйте! Предлагаю прослушать авторский рассказ на моем канале Душевные Истории. Света ехала в душном, пыльном, переполненном плацкарте. Она смотрела на пролетающие за окном дома и деревья и сильно тревожилась. Грустные и страшные мысли роились у нее в голове. Еще бы ведь этот поезд увозил ее буквально в никуда. Впереди была полная неизвестность. Девушка в который раз прокручивала все, что с ней произошло за последнее время и недоумевала, почему ей так фатально не везет. Света родилась и выросла в деревне Иваньково, в 500 километрах от столицы. Мама была обычной скотницей на ферме, отец кочегаром. Жили как все, тяжело трудились до седьмого пота, держали хозяйство, огромный огород, который всех их по большому счету и кормил. Глава семьи любил выпить по случаю. В доме частенько бывали скандалы и ссоры. Измученная адски тяжелой работой и пьянками супруга-мать часто срывалась на близких. Бедная женщина уже к 40 годам выглядела на все 60 и имела кучу болячек. Света неплохо училась, почти на отлично. Особенно хорошо ей давалась математика и точная наука. К тому же девочка была очень усидчивой. Преподаватели часто ей говорили, что из нее бы получился хороший аудитор или бухгалтер. Не многие могут заниматься такой дотошной и скрупулезной работой. Да только что толку? Перспектив в деревне все равно ноль. Молодежь, едва закончив школу, тут же норовила уехать в город. Жить дома оставались лишь единицы. Света как раз была из их числа. Она вовсе не собиралась никуда уезжать, и на то была веская причина. Еще начиная с девятого класса у них с одноклассником Димкой случилась неземная любовь. Если раньше Димка выражал свои чувства весьма своеобразно, то за косички дергал, то язык показывал, то в старших классах вдруг стал провожать домой, носить портфели, оберегать от всех других мальчишек. Мог неожиданно подарить охапку цветов или крикнуть при всех «Светка моя!» или «Я тебя люблю!». Поначалу мать Светланы была возмущена. Рано ведь, какая любовь!» И гнала ухажера со двора. Все грозилось ему. «Не выйдет, Света! А ну марш отсюда, жених! Где это видано? Еще молоко на губах не обсокло, а он клинья подбивает. Мы в такие годы еще в куклы играли». Но упрямый парень не сдавался. Носила хапками полевые цветы, читал стихи и признавался в любви. Света таяла от таких пылких признаний, краснела и робела. В ее юном сердце прорастала первая ранняя, но такая нежная и искренняя любовь к этому дерзкому хулигану. Было у парочки и свое любимое тайное место – охотничий шалаш в лесу. Туда они сбегали от всех, лежали часами на пахучей траве и мечтали, как поженятся и будут жить долго и счастливо. Время летело незаметно. Домой возвращались затемно. Мама лупеяла Свету, как сидорову козу, и грозилась больше не выпускать по вечерам. Девушка рыдала, просилась, а все равно тайком удирала. Сердцу ведь не прикажешь. Ей было хорошо с Димой. Они были прямо как родные. А потом его забрали в армию. Провожали всей деревней, как полагается. Мужики трясли его за плечи и давали мудрые советы. Мать с отцом плакали, не хотелось с сыном расставаться. Но ничего не поделаешь. Такова мужская доля. Света уже почти официально считалась его невестой. Даже ее родители смирились с этим фактом. Два года, казалось, тянулись вечно. Света очень скучала по Диме. Писала ему длинные красивые письма. Он ей тоже отвечал, что любит и считает дни до конца службы. За это время Свете даже удалось устроиться на местную почту. Платили, конечно, копейки, но хоть тоскливые дни без любимого тянулись быстрее. Да и матери какая-никакая помощь. И вот, наконец-то, жених вернулся домой. Устроили пир на весь мир. За длинным столом, прямо на улице веселились всей деревней. Парочка, как голубки, не отходили далеко. Все рядом сидели. Они не могли друг на друга наглядеться. Димка изменился, возмужала. Вот Света так и осталась мелкой и худенькой, как воробушек. Радостная она уже мечтала о скорой свадьбе. Ее будущее было распланировано на годы. Они с Димкой поженятся, построят себе большой дом, потом родятся дети, двое, а лучше и трое. У них будет образцовая семья, а все соседи будут им завидовать. Именно о таком незатейливом и простом счастье мечтала Света. И оно было почти в ее руках. Это же очевидно. Парень тоже не стал тянуть, ведь он и правда любил. И сообщил дома о том, что намерен жениться на Свете. И тут разразился невиданный скандал. Его мать и отец стали кричать и отговаривать сына. Сынок, ты что сдурел? Куда спешить? Ты только из армии вернулся, еще профессии нет никакой. Света, конечно, девушка неплохая, но семья ее вот. Галыть-бавить, сами еле тянутся из последней копейки. Не будь дураком. Оглянись по сторонам. Присмотрись к Ире Коркиной, дочери председателя. Она же с тебя глаз не сводит. Женишься на Ире, всю жизнь горя знать не будешь. У председателя-то под крылом. Он тебе и должность какую хочешь выхлопочет, и деньгами поможет. А дамина у них какой? Дворец. Отец ее не раз говорил. Это Ирке пусть будет, на свадьбу подарю. А за Светой что? Будете жить и тянуть ярмо, как ее родители. Света в белого не видеть. Зима сначала возмущался, мол, любовь у нас и все такое. А потом и правда задумался. И стал все чаще поглядывать на Иру. Девка видная, кровь с молоком. Дорого и модно одета. От нее всегда за километры пахло приятным французским парфюмом. А и вот и Светка как подросток бегает. Худющая, как велосипед. А Свету, кстати, скоро стала подташнивать по утрам. Есть ничего не могла. А когда жарила лук на кухне, и вовсе все на трону и изнанку выворачивалось. Девушка в ужасе опомнилась и поняла, что они с Димкой, кажется, доигрались в любовь. И она, скорее всего, беременна. У нее подкосились ноги, и почему-то стало очень страшно. Понятно, что уже не девятый класс, но ведь свадьбы еще не было. Она не могла найти себе место. Надо сказать все Диме, срочно. Он ведь любит меня. Со свадьбой тянуть нельзя. Иначе мать точно убьет. В тот же вечер она прибежала к нему домой и позвала туда, на их место. На разговор. Девушка прижалась к жениху, обняла его и прошептала, заглядывая в глаза. «Дима, хороший мой я, кажется, беременна. Ты рад? Мы же теперь поженимся. А то мне так боязнь от чего-то». Она рассчитывала. Да что там, была почти уверена, что Дима обрадуется. Ведь они так долго вместе. Он ее первый мужчина, все к тому шло. Ребенок общий, кажется, даже желанный. Но глаза любимого были холодны, как лед. Парень вдруг как-то подозрительно замолчал, пристально на нее посмотрел, отстранился, а потом встал и сказал. «Как беременна!» «У дела!» «Я, конечно...» «Нет, не надо подумать. Такая неприятная неожиданность. Ты это... Иди давай домой, а потом увидимся. Не сегодня, прости». И ушел. Света была в растерянности и не знала, что и думать. Мало того, с того самого дня Дима больше не звал ее на свидание. И даже как будто сторонился. Девушка рыдала дома в подушку и ничего не понимала. Вдруг через пару недель в их дом заколотила почтальонша тетя Сима. И из порога вывалила свежие сплетни. Маша, Света, вы слыхали новость? Димка Васильев дочку председателя засватал. Вчера еще. Вот же люди. И никому не... В городе, в ресторане праздновали. Ну, ясно, кто мы такие, чтобы нас приглашать, но... Я все равно прознала. Сразу к вам. Ничего не понимаю. Как же? Все ведь думали, что Димка на Свете женится. И тут такое. Что случилось, а, Светик? Поругались он. Ведь к тебе с детства бегал. Мама Светы только часто моргала, не зная, что ответить любопытной женщине. А сама Света убежала в слезах в свою комнату. Теперь ей стало все ясно. Вот почему Дима не обрадовался новости о беременности. Перестал к ней ходить. Что ж теперь будет? Как родителям сказать? Мать со Свету живет. Это ж позор на всю деревню. В подоле принесла. Дома все переругались. Весь вечер хаяли Диму на все лады. Мама ругала Свету. Вот видишь, дочка, какие они женихи нынче. А ты тоже хороша. Все по шалашам с ним бегала. Теперь позор на все село. Кому ты нужна будешь? Надо было сначала свадьбу играть. Теперь кости все будут перемывать. Света только реела, как белуга. Думала про себя. А что же будет, если все узнают, что меня беременный жених бросил? Вовсе сгноять сплетнями. Им же только повод дай. Уже на следующий день деревня гудела к акулии. Только ленивый не судачил о том, что Димка Васильев бросил свою невесту Свету и женится на Ире, дочери председателя. Бедная девушка из дома вообще не выходила, чтобы не видеть косые взгляды соседей. Вечером Света решилась на отчаянный шаг. Незаметно от родителей вышла из дому и побежала огородами к дому Димы. Она хотела просто посмотреть ему в глаза и спросить, за что он с ней так поступил, ведь клялся вечной любви. Тут такое. Как можно бросить любимую так тихо и подло? Она стала стучать в Димы на окно. Заглядывала внутрь, хотела увидеть, дома ли он. Но, к ее удивлению, вместо Димы к ней вышла его мать и зло зашептала. «Ну, здравствуй, Света. Если ты пришла устраивать скандал, то он не выйдет. Димы все равно нет дома. Он у Ирочки. Я понимаю, тебе тяжело, что сын предпочел тебе другую, но... Что поделать, смирись. Так бывает в жизни. Дело молодое. Не порть партню жизнь, не ломай. Иди домой с миром. Сама пойми, какое у вас будущее. Ты выросла в нищете. Того же и для Димы хочешь. А с Ирочкой он точно не пропадет. Может, и тебе повезет. Найдешь еще себе жениха». Светя стала так горько и обидно. Ее выкинули, как старый ненужный башмак. Она хотела было в сердцах все ей рассказать и про беременность тоже, но потом осеклась и только выкрикнула. «Я пойду. Но так и знаете, вы вырастили ничтожество. Он не мужчина, он тряпка. Так ему и передайте. Бог вам, всем судья». И девушка убежала, глотая слезы и проклиная свою горькую несчастливую долю. Хотелось выйти, лезть на стену. Никогда в жизни она не ожидала от близкого человека такого предательства. Это был просто нож в спину. От отчаяния и безнадеги Света решила сбежать от всех и уехать в столицу. В порыве эмоций она стала собирать вещи в чемодан. Мать ее отговаривала. Отец кричал, чтобы не порола горячку, мол, все скоро уляжется и забудется, может, еще и замуж выйдет. Но Света никого не послушала и уехала. Она до последнего надеялась, что Дима хоть придет ее проводить, но он так и не пришел. Просто взял вот так одним махом и вычеркнул из своей жизни и Свету, и собственного ребенка. Мать сунула ей немного денег на первое время, поцеловала и расплакалась. Она все причитала. «Ну как же ты одна в большом городе, не родни никого. Поездно мне за тебя. Может, передумаешь, дочка?» Света лишь шепнула ей, обнимая на прощание. «Все будет хорошо. Я люблю тебя, мама, не плачь. Ну что мне в деревне делать? А в городе работу найду, квартиру сниму, а вось все и наладится. Не могу я дома. Все о Диме напоминает. Плохо на душе». Поезд все мчался и мчался вперед, а в Свете было все страшнее и страшнее. И вот, наконец, объявили конечную станцию. Приехала. Света буквально оглохла на вокзале от голдежа торговок, толп снующих людей, шума и гамма. Она так и стояла на перроне, как потерянная с чемоданом в руках, не зная, что ей делать дальше. Одна предприимчивая бабуля, торговавшая пирожками и всякой всячиной, сразу наметанным глазом заметила перепуганную провинциалку и услужливо спросила. «Добрый день, барышня. Издалека, видать, приехала. Может, в жилье нуждаетесь? А то я могу комнатку уютную сдать. Недорого. Здесь недалеко. Не интересует?» Обрадованная Света закивала головой. «Здравствуйте. Ой, а как вы догадались? Мне и правда комната нужна только чистая, без таракановых клопов. А у вас дорого? А то у меня денег немного. Но я на работу устроюсь, платить буду исправно. Теперь у меня новая жизнь начинается». Бабуля уже радостно потирала руки. «Вот и славно. Меня Анна Сергеевна зовут. Сейчас я быстренько тут соберусь и пойдем заселяться. Как звать-то тебя, красавица? Из деревни, небось, как и все, столицу покорять приехала». Удивленная девушка закивала. «Я Света из Иванькова. Откуда вы все знаете, прям провидится?» Бабуля только усмехнулась. «Да сколько вас тут таких побывало? Дорочек наивных. А приезжались единицы». Подумала она про себя, но вслух говорить ничего не стало. Радостная Света поселилась, заплатив немалые деньги, но комната, правда, оказалась чистенькой и уютной. Воодушевленная успехом девушка уже на следующий день пошла искать работу. Но с этим делом было непросто. Она две недели обивала пороги кафе, ресторанов, офисов, супермаркетов, но без опыта и образования никуда не брали. Света уж была совсем отчаялась. И тут ей на глаза попалось объявление о наборе горничных в гостиничный комплекс, как раз не очень далеко от ее жилища. Собеседование проводил управляющий лично. Этот мужчина очень не понравился Свете с самого начала разговора. Он все норовил подеть ее, задавал каверзные вопросы, долго мариновал ее, набивал себе цену, но в конечном итоге взял на работу со скрипом. Видимо, сотрудников катастрофически не хватало. Да и внешне Валентин Петрович был очень неприятный. Грузный, с маленькими бегающими пронырливыми глазками. С первого же дня работы управляющий взъелся на новую сотрудницу и не давал ей спуску. Ругал за малейшие провинности, дразнил деревенщиной и всячески пытался унизить. Свете было очень обидно и неприятно, но она твердо поставила себе цель держаться за работу, ведь жить-то на что-то нужно, да и живот растет. Но пока она решила не афишировать свое положение. Понимала, в этом случае ее сразу выгонят. Так прошло четыре месяца. Как ни крути, а с обязанностями Света справлялась прекрасно. Придраться было не к чему. Она быстро нашла общий язык с другими горничными и персоналом. Все ненавидели управляющего и считали его старым жлобом и скрягой. Поговаривали, что его не так давно бросила молодая жена. Долго рассказывала всем знакомым, как невыносимый муженек считал, сколько раз она сходила в душ и экономил буквально на всем. Вот женушка и сбежала к молодому любовнику, который не скупился на подарки и презенты. Однажды, в конце рабочего дня, Валентин Петрович заметил в камере наблюдения, как Света поправляет униформу. Сразу увидел уже округлившийся живот. Он тут же понял все. Глаз у него был наметанный и немедленно вызвал девушку на разговор. Долго отчитывал за вранье и в конце строго сказал. Так и знай, я тебя в декрет отправлять не собираюсь. Мне это невыгодно. Просто рассчитаешься и уйдешь, когда срок придет. Понятно? Света устало кивнула. Ясно. Можно я работать пойду? Мне еще целый этаж мыть. Это постоянное давление и измывательство со стороны управляющего гостиницы так угнетали Свету, что ее туда прямо ноги не несли. А недавно еще и отец неожиданно позвонил и огорошил неприятной новостью. Привет, дочь. Ну как ты там на новой работе справляешься? Тут такое дело. Мама заболела, совсем слегла. Я ее в райцентр свозил на обследование. Сказали, нужно срочную операцию делать на венах, иначе тромб может оторваться. Ты бы выслала денег хоть немного. Все-таки в столице живешь. Работаешь. Ну как, поможешь нам? Расстроенная Света ответила. Как мне жалко маму. Это все от тяжелого труда. Боль в ногах давно уже мучила. Папа, я постараюсь в ближайшее время выслать денег. Ты только не переживай. Света схватилась за голову. Да что ж за напасть. Беда не приходит одна. Отец ведь с мамой так и не знают ничего о моей беременности. А тут еще и мама заболела. Где? Ну где же я возьму деньги? Если само еле на жизнь хватает. Хоть в петлю лезь, в самом-то деле. Кредит тоже вряд ли одобрят. Зарплата там маленькая, да и стаж. С такими невеселыми мыслями Света на следующий день пошла на работу. После обеда, ближе к концу смены, она отпросилась у Валентина Петровича на полчаса. Нужно было сходить, скупиться в супермаркет. Там сегодня скидки были. Хоть немного удастся сэкономить, и то хорошо. Женщина спешила. Сумку решила оставить в камере хранения. Ее уже неоднократно предупреждали охранники, что в павильон нельзя заходить со своими вещами. Почти все ячейки были заняты. Народу тьма. Очереди на кассах огромные. Света машинально сунула свою сумочку в одну из открытых ячеек. Номер был настолько затерт, что она его даже разобрать не смогла. Понадеялась на зрительную память. Быстро купила все необходимое. При ее финансах особо не разгонишься. Побежала обратно. Что такое? Ключ еле повернулся, пришлось повозиться. Света чертыхалась про себя. Как же это не вовремя. И так сейчас Валентин Петрович ругать будет, что долго в очереди простояла. Так еще и дверца заедает. Схватив сумку, она помчалась обратно. Но сегодня, видимо, был не ее день. На ходу ей что-то попало в глаз. Она заморгала, слезы покатились ручьем. Женщина машинально полезла в сумку за зеркальцем и платочком, чтобы вытащить соринку. И в ужасе поняла, что схватила не свою сумку. Внешне она была как ее. Не отличить. Ручки и цвет такой же. О, только присмотревшись, было ясно, что эта сумка кожаная и дорогая. А ее дешевая подделка. Да и внутри все чужое. От шока Света опрокинула ее вверх дном прямо на асфальт. И все содержимое выпало в разные стороны. Чуть не плача, женщина стала собирать все обратно. И машинально рассматривала. Блокнот, ручка, влажные салфетки, помада. И вдруг наткнулась на какой-то бумажный сверток. Не задумываясь, автоматически его развернула и ахнула. Там лежала банковская карта и на бумажке был написан пин-код. Света лихорадочно размышляла. Да нет же, так не бывает. Все прямо на блюдечке с голубой каемочкой. Ну кто в здравом уме рядом с картой пин-код хранит? Это же глупо и нелогично. Хотя мы, женщина, логике не поддаемся. Проверить счет. Или, может, не надо. Женщина не удержалась от соблазна. Тем более, что банкомат был через дорогу. Не помню себя, она побежала к нему. Когда она набрала пин-код и запросила остаток на счету, то была буквально ошарашена количеством нулей в сумме. Это же миллионы. Баснословная сумма. Горничная впала в ступор. Купила бутылку воды в киоске и села на скамейку. В голове пульсировали тысячи мыслей. Она буквально боролась сама с собой. Это же такой шанс. И операцию матери хватит оплатить. И жить с малышом безбедно. И на дурацкую работу ходить не надо. Все проблемы можно решить за одну секунду. Раз и все. Может, взять немного. На самое необходимое. Но ведь так же нельзя. Это же чьи-то деньги. Может, кто-то уже обыскался и рвет на себе волосы. Шутка ли такую сумму потерять? Нужно немедленно вернуть деньги и забрать свою сумку. Иначе меня совесть замучает. Не так меня родители воспитывали. Не такому учили. Еще бабуля покойная говорила в детстве, что чужое добро счастья не приносит. Собрался волю в кулак и поборов огромное искушение тут же снять деньги, она побежала обратно в супермаркет. Но время было позднее, и он уже был закрыт. Женщина снова чертыхнулась. Делать нечего. Нужно возвращаться на работу. Валентин Петрович уже поджидал ее и устроил настоящую взбучку. Ты где ходила? Я этот час из твоей зарплаты вычту. Ясно? Говорила ненадолго, а сама. Совести нет вообще. Вот так с вами по-хорошему. Клиент уже съехал. А номер кто будет убирать? Я, что ли? Света, чуть не плача, как на духу выложила все хозяину, упомянув и о карте с пин-кодом, и стала все сокрушаться. Вот что теперь делать? В полицию идти ей все рассказать и отдать находку? Сумка-то чужая. Может, ее кто-то ищет. И главное, с виду точно как моя. Только кожаная. Бывает же такое. Я же не специально все перепутала. Валентин Петрович тут же сменил тон на дружелюбный и заговорил совсем по-другому. Не стоит горячиться, Светочка. Ну, вышла путаница с кем не бывает. Оставь сумку тут, а завтра с утра пойдешь в супермаркет. Объяснишь все охране. Заберешь свою сумку, а эту отдашь. Дело-то выеденного яйца не стоит. Какая полиция? Зачем? Там только посмеются над тобой. Света немного успокоилась. Может, вы и правы. С полицией не очень хочется дело иметь. С самого утра пойду в магазин. А где мне ее оставить? Нужно же надежное место. Вещь ведь чужая, тем более карта там. Управляющий заверил горничную. Не волнуйся. Давай ее сюда. Я в сейфе у себя в кабинете закрою. Оттуда точно не пропадет. Ладно, ты переволновалась. Полноценно трудиться не сможешь. Иди домой. На сегодня ты свободна. Я такси вызову. А то у тебя сумки, смотрю, тяжелые. Света очень удивилась. Валентин Петрович никогда так дружелюбно и по-человечески с ней не общался. Согласилась. Оказывается, и он может быть человеком. Такое точно не часто случается. Ей показалось это разумным выходом из положения. Управляющий еле дождался, пока горничная уедет на такси домой. Его прямо трясло. Глаза горели алчным огнем. Он думал про себя. Господи, какая тупая курица. Просто деревенщина. Это ж надо. Найти такую сумму денег и добровольно от них отказаться. Это мой шанс. Я ведь как раз накануне барыгом в карты крупную сумму проиграл. Если долг не отдам вовремя, обещали на ремни порезать. А тут махом все проблемы закрою. Еще и хватит на курорт махнуть и отдохнуть на всю катушку. Валентин Петрович не стал ждать, как говорится. Куй железо, пока горячо. Резво помчался с картой и сумкой к тому самому банкомату, куда ходила света. Когда он благополучно и без проблем снял огромную сумму, еле распихал банкноты по карманам, то просто светился от счастья. Правда, недолго. Уже за поворотом к нему подъехало несколько черных фургонов с оперативниками. Резво скрутили и стали кричать. А, получил денюжки. А ну быстро говори, где похищенный сын миллионера. Ты смотри. И не побоялся часть суммы снять. Совсем одурел от жадности. Валентина Петровича отвезли в участок и стали жестко допрашивать, не стесняясь в выражениях. А когда озвучили, какой срок ему светит за похищение человека, тот и вовсе поплыл. Мужчина тут же все свалил на горничную, мол, он тут вообще ни при чем. Это она все бессовестная. Приезжая, сумку украла. Было раннее утро, когда в комнату света настойчиво постучали. Заспанная женщина открыла дверь, потирая сонно глаза. На пороге стояли два оперативника. Они глянули на нее строго, показали удостоверение и сказали. «Вы, гражданка Голубева, вы должны проехать с нами, так как подозреваетесь в причастности к похищению человека, а еще к краже денег. У вас пять минут на сборы, одевайтесь». Свете резко стало плохо. Она сильно побледнела, трясущимися руками еле натянула кофту, брюки, набросила плащ и ее повели к полицейской машине. Оказавшись в полицейском участке в кабинете следователя, Света юлить не стала. Выложила все, что знала. Этот пожилой, усатый мужчина почему-то сразу вызвал у нее доверие. Она стала сбивчиво рассказывать. «Я пошла вчера за продуктами в супермаркет. Свою сумку закрыла в ячейке камеры хранения. А там надпись с номером затерта. Ничего не разобрать почти». Обратно, когда уходила, по памяти открывала. Еще удивилась, что замок заедает. Долго возилась. Взяла сумку свою оттуда и пошла. И только по дороге, когда заглянула вовнутрь, до меня дошло, что это не моя, а чужая сумка, понимаете? Хотя внешне очень похоже, просто копия. Таких дешевых поделок полно на рынке. Каюсь. Карту и пин-код я нашла и даже проверила сумму в банкомате, но я оттуда ничего не взяла, ни копейки. Решила все обратно вернуть. Прибежала в супермаркет, а он закрыт. Я тогда на работу вернулась и все Валентину Петровичу рассказала. Вот он и предложил оставить находку у себя в сейфе до утра, а потом обратно все вернуть. Ну, я успокоилась, думаю, там надежно. Домой на такси поехала. А больше я ничего не знаю. Да вы можете проверить. Там же где-то в ячейке моя сумка до сих пор лежит. Я не вру, правда. По моей сумке в заднем карманчике маленькая фотография мамы моей на память. Следователь все внимательно выслушал и ответил. Мы проверим ваши показания. А пока вам придется посидеть в изоляторе. Дело серьезное. У владельца вашей гостиницы Серова месяц назад похитили сына Андрея. Ему звонили, угрожали и требовали выкуп. Бизнесмен пришел к нам и все рассказал. Мы разработали целую спецоперацию во поимке преступников. Так вот, в этой самой сумке и лежал выкуп на карте. Мы ведь специально так сделали, чтобы деньги лежали именно на карте, а не наличкой. Рассчитывали на то, что преступник будет где-то ею расплачиваться или снимать средства. А мы его и возьмем тепленьким. Но вы нам спутали все карты и сорвали важное дело. Теперь даже страшно подумать, чем все закончится. Света вдруг заморгала часто и разревелась. Но я правда никого не похищала. Я просто очень невезучая беременная горничная. Вот и все. Ко мне неприятности будто магнитом притягиваются. Простите, я не хотела никому мешать. Следователь смягчился. Ну ладно, не переживайте вы. Если вы ни при чем, вас отпустят. Выпейте водички. Нам просто нужно время все проверить. Согласитесь, очень странные совпадения. У владельца сына похитили, а его работники сумку нашли. Но ладно, ничего, разберемся. В жизни и не такие совпадения случаются. Вы очень разумно поступили, что не сняли деньги. Иначе точно не удалось бы отвертеться. Спустя сутки все разъяснилось, и Свету наконец отпустили домой. Ее показания полностью подтвердились. Проверили камеры наблюдения в супермаркете. Сумку Свете вернули. А вот Валентину Петровичу пришлось худо. Ему светил реальный срок за похищение чужих миллионов. Гостиницу временно закрыли. Персонал распустили по домам. Света уже неделю сидела дома. Горевала. Она прекрасно понимала, на таком сроке ее уже никуда на работу не возьмут. Это точно. Скоро платить хозяйке за комнату. Маме нужно денег выслать. А где их теперь брать, вообще непонятно. Вдруг в дверь позвонили. Удивленная Света пошла открывать. Она никого точно не ждала. На пороге стояло двое очень дорого одетых, респектабельных мужчин. Один пожилой лет семидесяти, а второй примерно лет двадцати пяти или тридцати. Тот, что был моложе, держал в руках огромный букет красивых кремовых роз. Мужчина постарше поздоровался. Добрый день, Светлана. Меня зовут Михаил Алексеевич Серов. А это мой сын Андрей. Именно его похитили нехорошие люди, и вы оказались по воле случая втянуты в эту неприятную историю. Этот букет вам. Можно мы зайдем? Хозяйка с улыбкой взяла букет. Ей таких шикарных цветов никогда в жизни не дарили. Пропустила гостей. Стала суетиться, заварила чай, достала конфеты и пирог. Тем временем Михаил Алексеевич продолжил. Мы пришли поблагодарить вас от всего сердца. Спасибо вам за вашу честность. Таких людей, поверьте, на свете мало. Женщина засмущалась. Да не за что это вы меня простите, что сорвала эту спецоперацию оперативникам. И все из-за своей невнимательности и спешки. Вечно я влипаю в неприятные истории. Слава богу, ваш сын жив, здоров и нашелся. Мужчина продолжил. Да, это чудо. Похищение сына организовали конкуренты. Они давно глаз положили на мой гостиничный бизнес. Хотели продать его за бесценок. Ни в какую я не стал этого делать. Тогда они решили надавить по-другому при помощи сына. Эти мерзавцы запросили в качестве выкупа столько денег, что мне его как раз и пришлось в дело своей жизни заложить. Андрея держали в заброшенном доме, за городом. И он улучил момент, пока охранник спал мертвецким сном и сделал звонок на мой номер с его телефона. Мы быстро нашли координаты местонахождения сына. Успели как раз вовремя, ибо Андрея собирались уже устранить, узнав, что деньги им не светят. Но теперь все получат по заслугам. Я об этом точно позабочусь. Тут в разговор вмешался Андрей. Светлана, мы хотим вас отблагодарить. Вы не поверите, но отец снял почти все средства, чтобы заплатить выкуп. И вы сами того не ведая сохранили наши деньги и уберегли нашу семью от банкротства. Все равно бандиты даже не намеревались меня освобождать. Моя жизнь их вообще не беспокоила. Им нужны были только деньги. Да, и хочу сказать, что ваш начальник, Валентин Петрович, надолго сядет за решетку. И не только за то, что хотел украсть чужие деньги. Выяснилось, что он вел бизнес по-черному, отмывал средства через поддельные счета. Так вот, в связи с этим мы хотим предложить вам место управляющего. Гостиница, правда, хорошая. Жалко будет, если закроется. Но нам нужен кристально чистый и порядочный человек на этой должности. Вы, нам кажется, прошли проверку на все сто процентов. Света просто обалдела от такого предложения и поначалу даже испугалась. Спасибо, конечно, но вдруг я не справлюсь и вас подведу. К тому же я беременна и через шесть месяцев мне рожать, так что, наверное, не получится. Карьера и материнство – вещи несовместимые. Мне так кажется. Михаил Алексеевич только усмехнулся. Но вы не спешите отказываться. На первых порах мы вам во всем поможем, подскажем. А про беременность мы знаем. Что в этом плохого? Возьмете отпуск, а потом наймете няню и выйдете спокойно на работу. Задача управляющего не в том, чтобы безвылазно находиться в гостинице, а бывать там по несколько часов в день и контролировать работу персонала. Остальные вопросы можно и из дому решать. Не робейте. Такой шанс выпадает раз в жизни, поверьте. Света и вправду решила рискнуть и согласиться. Добавила. Хорошо. Я постараюсь вас не подвести и согласна на ваше предложение. Спасибо огромное за доверие, но у меня одна просьба. Можно мне зарплату не платить, а дать деньги наперед? Маме моей срочно нужна операция. Тянуть нельзя, иначе… В общем, я обязана помочь. Но у меня совсем нет денег, понимаете? Михаил Алексеевич замахал руками. Я оплачу операцию. Даже не спорьте и не отказывайтесь. Это самое малое, что я могу для вас сделать. Пусть ваша мама ложится и даст реквизиты клиники. Не беспокойтесь. Ну что, тогда до встречи в гостинице. Я жду вас завтра утром к восьми. Будем оформляться. Радостная Света тут же позвонила родителям. Папа, как мама. Ноги сильно опухли. Она хотя бы чувствует их. Завтра немедленно пусть ложится на операцию. Я нашла деньги. Один очень хороший человек помог. Главное теперь не опоздать. Дай маме трубку, пожалуйста. Мамочка, все будет хорошо, слышишь? Ты поправишься. Я буду рядом, не переживай. Люблю тебя. На том конце провода Света услышала. Спасибо, доченька. Ты прости нас с отцом, что не поддержали тебя тогда. Накричали. Ты-то ведь ни в чем не виновата. Я знаю, что ты любила Диму. И за деньги спасибо. Мы тебя тоже с папой очень любим. К счастью, операция прошла успешно. Опасность миновала, и ноги женщины спустя три месяца были как новенькие. Ей стало гораздо легче. Ушли адские боли, а не менее. Света часто проведывала маму в больнице. Там она узнала, наконец, что дочь беременна. Скрывать живот уже было бессмысленно. Мама всплеснула руками. Моя ты хорошая. Так вот, почему ты так быстро и нежданно сбежала. Вот же Дима. Сволочь. Уму непостижимо. Свадьба на носу была и на тебе. Может, сказать ему о беременности? Отец ведь он? Света горько усмехнулась. А не знала об этом, когда меня бросал. От этого только больнее. Все он знал. Бог ему судьба. Пусть живут счастливо со своей Ирой. А я и сама ребенка воспитаю. Тут в столице до этого никому дела нет. Это же не деревня. Зато меня на должность управляющей гостиницы поставили. Зарплата будет хорошая. Ничего, мам, я проживу. Вот ты узнала о беременности и мне полегче стало. А то меня это сильно мучило. Пожилая женщина ответила, огнев дочку. Ну и правильно, Света. С глаз долой и с сердца вон. А с ребенком я помогу. Приеду, когда нужно понянчу. Не волнуйся. Вместе мы справимся. Мы же семья. И на папу не серчай. Он хоть и грозный с виду, но за тебя переживает. Грозился Динку убить. Еле мужики отговорили. Реабилитация продолжилась. Мама быстро пошла на поправку. Они за это время сильно сбрейзли с дочкой. Много общались. Света стала работать в гостинице управляющей. Поначалу было очень тяжело, ведь опыта у девушки не было. На первых порах ей очень помогал Андрей. Все буквально по полочкам разъяснял. Свете с ним было приятно и легко общаться. Он не был снобом, не ставил себя выше других. Потихоньку женщина втянулась, и у нее стало неплохо получаться. Персонал ее любил. Она старалась никого не обижать. Платила исправно премии и зарплаты. Относилась к людям с уважением. Ведь сама еще недавно страдала от самодура Валентина Петровича. Зарплата у Светы была достойная. Она сняла отдельную двухкомнатную квартиру и перевезла к себе родителей. Ведь маме после операции нельзя было поднимать тяжести и много работать. Да и возраст уже брал свое. И ей было спокойно. Теперь она знала, что по приходу домой ее всегда ждет вкусный ужин. Есть с кем поговорить и все обсудить. Отца Света устроила к себе в гостиницу. Работать завхозом. Поначалу папа вовсе не хотел бросать огород, хозяйство и деревенскую жизнь. Ему казалось, что он не сможет привыкнуть к городскому бешеному ритму. Но со временем он увлекся работой и о выпивке вовсе забыл. В семье воцарился мир, покой. Живот у Светы был уже огромный. Она должна была вот-вот рожать. Но работу не бросала. До последнего ходила. Уже даже Андрей стал над ней подшучивать. Смотри, Светка, а то родишь прямо на рабочем месте. Ты бы в роддом ложилась. А то придется мне роды принимать. А еще Андрей на нее смотрел проникновенно и тепло по-особенному. Света смущалась, отводила глаза. Мужчина ей правда нравился. Но она себя одергивала. Прекрати такое думать. Выброси с головы. Андрей очень хороший человек и помогает тебе из жалости все. Роды со дня на день. О малыше нужно думать. Нужно сказать, что и Андрей мимо воли присматривался к Свете. Он много о ней думал. Вот ведь судьба у девочки. Такая молодая и столько трудностей пережила. И ведь не сломалась, выдержала все. А хватка какая деловая оказалась. Все на лету схватывает. В бухгалтерии в два счета разобралась. Умеет к людям подход найти. И все с улыбкой, налегке. А на вид-то птичка невеличка. Маленькая, щупленькая. Один живот торчит и все. Интересно, кого родит? Мальчика или девочку? Хотя, никакое дело. Ну, есть в ней что-то притягательное. Она как магнит, так и тянет к себе. Все эти гламурные барышни, у которых одни шмотки и салоны на уме, в подметке этой девочке не годятся. Андрей долгое время встречался с одной из таких гламурных красавиц – Линой. Внешне придраться было не к чему. Красотка. Но внутри абсолютно пустая. Все их встречи проходили шаблонно и однообразно. Даже поговорить по душам не получалось. Все проблемы и интересы мужчины были совершенно чужими для Алины. Так же, как и для него глянцевые журналы и модные показы. Особенно бизнесмена раздражала, что невеста абсолютно не приспособлена к жизни. Готовить она не умела. Не хотела этому учиться. Еду заказывали в ресторане или там же ели. Профессии тоже никакой не имела. До обеда валялась в постели. Потом ездила на фитнес, в салон. И так все время. В конце концов, Андрею это все надоело и пара рассталась. Но ее фоня трудолюбивая и позитивная Света казалась ему просто пчелкой Майей. Он думал, что в наше время таких женщин уже просто нет, перевелись. В тот день Света буквально на часик решила заехать на работу. Отдать кое-какие указания и сразу оттуда ехать в роддом. Так как с самого утра спина прихватывала и ныла. Сумка со всем необходимым для родов и обменной карты была у нее с собой. Время пролетело незаметно и вместо часа она провела на работе все пять. Живот ныл все сильнее, но Света его просто поглаживала, продолжала проверять отчеты. Как раз заехал Андрей на минуту. Узнать, привезли ли новые пуфики и установили ли подсветку. И вдруг подле Света на полу образовалась приличная лужа. Она ошарашенно на нее посмотрела и закричала. Кажется, воды отошли. Что делать? Такси или скорую вызвать? Перепуганный Андрей закричал в ответ. А я тебе говорил, что этим закончится. Но ты же упертая. Быстро в машину. Я тебя мигом в роддом домчу. Если пробок, конечно, не будет. И они поехали. Света кусала губы и старалась не пугать своего попутчика громкими воплями. Хотя чувствовала, что схватки усиливаются и становятся адски болезненными. Она сжимала ручку двери так, что аж костяшки на пальцах белели, рискуя ее вовсе отодрать. Андрей мчал на всех парах, сигналя встречным машинам и нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Боялся, что не успеет. Они буквально как спортсмены вбежали в приемный покой. Причем Андрей в шоке кричал на весь коридор, размахивая сумкой Светы. «Быстрее кто-нибудь, помогите, женщина рожает!» Начался переполох. Сбежался медперсонал и Свету тут же увезли на каталке в родильный зал. А Андрей присел на кушетку, утирая под солба. Его трясло и колотило, будто это он сам рожать собирался. «Как все пройдет? Сколько ей еще мучиться?» Хоть бы все хорошо было. Не успел он прийти в себя и выпить кофе из автомата, как и вышел врач и сказал. «Поздравляю, папаша. Родила ваша жена. Девочка, три пятьсот». «Ну, вы экстремалы. А если бы не успели? Что же дотянули до последнего?» Андрей был в шоке. «Как уже? Вот это да! Девочка, это здорово! Принцесса!» «Спасибо вам, доктор. А когда Свету можно проведать?» «Еще переведите ее в платную комфортную палату. Я за все заплачу». Врач улыбнулся и сказал. «Приходите завтра. Я напишу список, что ей можно и нужно принести. Да и ребенку тоже». Андрей ехал домой и улыбался. Ему так понравилось, когда врач назвал его папашей, и он не стал его поправлять. В голову вдруг пришла безумная идея. «Почему бы и нет? Женюсь на свете, дочь на себя запишу. Будем жить как нормальная семья. О такой жене можно только мечтать. Мне уже тридцать. Сколько еще тянуть?» Он вдруг резко развернул автомобиль и помчался не к себе домой, а к Свете, прихватив по дороге бутылку коньяка и пакет с деликатесами. Не забыл и про букет для будущей тещи. Мама Светы крайне удивилась, когда увидела на пороге квартиры шефа Светы с коньяком, кучей еды и букетом в руках. Он просто сиял. «Добрый вечер. Поздравляю. Света честно озад родила девочку. Три пятьсот. Я ее лично в роддом отвозил. Все в порядке. Завтра ее можно будет проведать». Мама расплакалась от радости, а отец довольно улыбнулся. «Ты проходи, мил человек. Знакомиться будем. Надо бы обмыть это дело. Не каждый день дедом становится. Меня Игорь Федорович зовут. А тебя как звать величать?» Молодой человек улыбнулся и ответил. «Я Андрей. Ваш будущий зять. Правда, Света еще об этом не знает». Мама вообще потеряла до речи. «Как? Она-то знала, что ребенок от Димы. Вот дела». Она провела гостя на кухню и засуетилась, накрывая наш стол. Уже через два часа они чувствовали себя почти родными. Мама называла Андрея не иначе, как зятек, а папа крепко жал ему руку. И только Света была не в курсе, что она без пяти минут жена бизнесмена. На следующий день все втроем они поехали проведать Свету. Так как Андрей договорился, чтобы она лежала в отдельной палате с ребенком, их пустили сразу без проблем. Когда они вошли, Света как раз укачивала малышку. Шептала ей. «Спи, моя сладкая. Спи, моя хорошая». Увидев сразу столько близких людей, Света очень обрадовалась и бросилась к ним обниматься, уложив при этом дочку в кроватку. «Как я рада всех видеть. Познакомьтесь, это ваша внучка». «Правда, хорошенькая. Я только имя еще не придумала». Андрей вдруг сказал. «Мне нравится имя Аня». «А что, Анна Андреевна?» «Правда, звучит хорошо». Света заморгала, ничего не понимая. «Как, Андреевна, она же...» Молодой человек ответил за нее. «Да, Анна Андреевна Серова. Ты не ослышалась. Я хочу записать ребенка на себя. А еще я предлагаю тебе руку и сердце. Прямо здесь и прямо сейчас. Это не шутка». «Света, ты мне сразу понравилась. Я долго к тебе присматривался, но именно вчера, когда вез тебя в роддом и сам чуть не родил от страха, я точно понял для себя, что люблю тебя. И хочу, чтобы мы стали одной семьей. Я, ты и наша дочь. Ну, как? Ты согласна? Твои родители не против. Я уже тебя вчера засватал. Все как положено. Заочно, правда». И Андрей подмигнул Игорю Федоровичу. Тот изобразил рукой глаз, поднял вверх большой палец. Мама тревожно смотрела на дочь и гадала, чем все это закончится. Тайней надеялась, что она согласится. Андрей ему очень понравился. Видно, что человек хороший, с душой, с понятиями. Такой точно не обидит и не предаст. Света вдруг взяла и заревела, и бросилась обнимать Андрея. «Конечно, согласна. Я ведь тоже о тебе думала и мечтала, но понимала, что ношу чужого ребенка и не ровне тебе. А сейчас сбываются мечты. Спасибо, что помог тогда и с операцией, и с работой, и дочку мою принял как свою. Обещаю, я буду очень стараться и стану лучшей женой на свете. Ты еще будешь мной гордиться. Но как же твой отец? Он разве не будет против, что ты решил жениться на простушке, да еще и с ребенком на руках? Андрей тихо ответил. «Ты плохо знаешь моего папу. Михаил Алексеевич сам вырос в страшной нищете. Родители пили, рано умерли. Он всего в жизни добился сам. Своим умом и адским трудом. Пропадал сутками на работе, себя не щадил. Именно поэтому наша сеть гостиниц имеет такой успех. Мы ценим своих сотрудников, дорожим клиентами. Такие негодяи, как Валентин Петрович, у нас долго не задерживаются. Папа и меня с детства учил, что к уборщице нужно относиться с таким же уважением, как и к генеральному директору. Ведь она точно так же добросовестно выполняет свою работу. Я и сам по жизни заметил такую особенность, что простые люди зачастую более добрые и открытые, чем напыщенные мажоры, которые только тратят миллионы родителей и других ни во что не ставят. Так что не переживай. Папа точно не будет против. Тем более это мой выбор, а не его. Не волнуйся. Все будет хорошо. Папа давно хочет, чтобы я женился». Уже через месяц после родов пара сыграла пышную красивую свадьбу. Счастливая Света в нежном белоснежном пышном платье и красивой фате смотрела на себя в зеркало и не верила. Именно здесь и сейчас в эту минуту сбывалась ее мечта – свадьба с любимым человеком. В шикарном ресторане было много гостей и прессы. Света и Андрей кружились в свадебном танце, смотрелись очень гармонично. Маленькая, худенькая, голубоглазая блондинка Света будто дополняла высокого и статного шатена с волевым подбородком. В высшем свете долго судачили, как Андрей Серов умудрялся держать в тайне роман с этой незнакомкой. Да еще и ребенка они родили. Вот тихушник. Их фото появились на обложке глянцевого журнала и разошлись бешеным тиражом. В это самое время в деревенском доме дочери председателя Коркина из Иванькова началось со скандала. Димка, как обычно, встал в 4 утра, накормил и обслужил все огромное хозяйство, приготовил омлет, заварил кофе и собрался на работу. А его благоверная все еще спала мертвецким сном. Он сотый раз ей бросил. Ира, вставай, сколько спать можно? Но в ответ была тишина. Мужчина вошел в спальню. Одеяло сползло, и он с неприязнью и отвращением посмотрел на толстые располневшие тело Иры. После замужества она совершенно перестала за собой следить. Сделала много и вкусно, тарелку помыть за собой не хотела. Весь день она спала, ела, а вечером шла к закадычной подруге на посиделке. Относилась Ира к мужу очень пренебрежительно, считала его почти рабом. Детей она терпеть не могла. А Дима, он так и не смог забыть Свету. Она часто снилась ему по ночам. Вот бежит по полю его маленький воробушек с веночком полевых цветов на голове, обнимает нежно и шепчет. Я люблю тебя. Совесть сжгла его каленым железом. Мужчина понимал, что поступил подло, как последний подонок, бросив тогда беременную Свету. А что в итоге? Толстая жена, которая пилит его день и ночь, и тесть, попрекающий куском хлеба. Вот оно счастье. Дима не выдержал и стал толкать Иру. Вставай, сколько спать можно, хоть раз в жизни проведи мужа на работу, или обед приготовь. Тебе не стыдно? Злющая Ира вскочила и заорала. Ты как со мной разговариваешь? Ты забыл, кто ты. Мой отец тебе все дал. Дом, работу, меня. Вот и радуйся и делай все молча. Сколько хочу, столько и сплю. Я в своем доме, между прочим. Понятно? В дверь постучали, прервав их скандал. На пороге появилась запыхавшаяся соседка тетя Люба. Она трясла перед их лицами каким-то журналом и без умолку тараторила. Ира, ты представляешь? Я вчера в город моталась на рынок и по дороге домой пару журналов купила. Ну, люблю кроссворды погадать да про звезд почитать. Ты посмотри, кто на обложке. Это же Светка из нашей деревни. Ну, первая Димона невеста. Погляди, какая красивая. Я и не узнала сперва. А потом пригляделась и ахнула. Она же тогда в столицу уехала. А потом и родителей забрала. Вот молодец. Не пропала девка. Дима выхватил трясущимися руками журнал и прочитал. Миллионер Андрей Серов женился на милой незнакомке из провинции. Они тайно от всех встречались и даже родили дочь. Вот так сюрприз. Пожелаем счастья молодым. С обложки на него смотрела его Света, его нежный маленький воробушек. Все те же васильковые глаза и белокурые словно выжженные на солнце волосы. Она была красивой и счастливой, а рядом с ней стоял высокий статный мужчина. Ира ехидно заметила. Вот стерва. И тут не прогадала. Миллионера городского умудрилась урвать. Везет некоторым. А мне лопух деревенский достался. Дима не выдержал и выпалил. Да если бы не ты, это я должен был на ней жениться. Я, понимаешь, дурак набитый, что на тебя посмотрел да мать послушал. Он только рукой махнул и выбежал в сердцах на улицу. Обида и дикая ревность выжигали все изнутри. Он быстро все посчитал и понял, что Света родила от него ребенка. Не стала делать аборт. И именно его родную дочь теперь будет воспитывать не он, а чужой человек. Только теперь Дима осознал, что он натворил. Сам себя загнал в глухой угол и своими руками разрушил свое счастье. В порыве эмоций он решил позвонить Свете, выпросить или вымолить прощение, сказать, какой он дурак, как он ее любит до сих пор. В конце концов, ребенок-то был его. Трясущимися руками он набрал по памяти заветный номер. Трубку долго не брали. Здравствуй, Света, это Дима. Милая, прости меня, я до сих пор тебя люблю и не могу забыть. Я совсем несчастлив с Ирой, понимаешь? Давай начнем все сначала. Я хочу воспитывать и видеть дочь. Прости, умоляю, я ведь точно знаю, что ты меня тоже сильно любила. Но неужели все прошло? Слезы мимо воли потекли по щекам Светы. Этот звонок был как воздух нужен ей еще тогда, пару лет назад. Она бы все на свете тогда отдала, чтобы услышать от Димы такие слова. А теперь внутри было пусто, только немного горько и все. Она посмотрела на Андрея, который убаюкивал Анечку, гладил ее, нежно колыхал, а после ответила. Вы ошиблись с номером. Не звоните сюда больше. Никогда. И она положила трубку, навсегда заблокировав чужой номер. Подошла к мужу, обняла его и прошептала. Доброе утро, любимый. Иди завтракать. Кофе и сырники на столе. Андрей засиял, подхватил легкую как пушинку Свету и закружил ее по комнате, будто в вальсе. Слушаюсь и повинуюсь, королева. Обожаю тебя. Потом чмокнул малышку. Пока, моя доченька. Пока, моя сладкая конфетка. Папа на работу. В этот момент Света четко осознала, что сделала правильный выбор. А Дима со злости швырнул телефон на стену. Тот разбился в дребезги, разлетевшись на сотни осколков. Ему было плохо. Ему было гадко. Он в первый раз прогулял работу и напился до чертиков с местными мужиками. Жаловался на жизнь, на богатую и нерадивую жену. Изливал свое горе. На улице была ночь. Мужики давно разошлись по своим домам и семьям, а Дима сидел в беседке. Его просто ноги не несли к Ирине. Он представил ее недовольное лицо и содрогнулся. Выпил еще водки. Но жена нашла его сама. Она нажаловалась отцу, и тот быстро отыскал зятя в полубесчувственном состоянии и привез домой. А наутро устроил ему выволочку. У Димы голова и так трещала и гудела, как колокол. А тут еще тесть и жена вдвоем набросились. Ты что, малохольный, совсем ушалел, чтобы это было в первый, в последний раз. А то мы быстро нового зятя подыщем. Так и знай. Еще раз, доченька, на тебя нажалуется. Пеняй на себя. Я все сказал. И председатель вышел из дома. Ирина сделала недовольную мину и надменно сказала. Ну все, проси прощения, жду, целуй, говори, как любишь. Дима посмотрел на нее и не смог себя перебороть. Зачем? Ради чего унижаться? Ведь он абсолютно ничего не чувствовал. Это не жизнь, а пытка. И он со злостью сказал. Да не люблю я тебя и не любил никогда, и целовать не буду, и жить с тобой больше не хочу. Я ухожу. Ира набросилась на него с кулаками. Ну и вали, ты мне тоже поперек горла. Я с тобой развожусь. Может, хоть нормального мужчину себе найду. Семья распалась. Дима и Ира со скандалом развелись. Ира тоже рванула в город в поисках счастья. Кто знает, может, ей и повезло. А вот Димка спился с горя. Он напивался и вечно скандалил с матерью, которая разбила их со святой любовь. По пьяному делу он винил всех подряд, только не себя самого. А ведь именно он должен был поступить как мужчина и бороться за свое счастье, а не удирать трусливо от ответственности. Вот и заливал свою совесть алкоголем, пытаясь ее заглушить. Соседи качали головами и сокрушались. Пропащая непрекаянная душа этот Дима. У Света же напротив все сложилось вполне отлично. На работе дела шли в гору, они с мужем были на одной волне. Анечка подрастала и души не чаяла в папочке. А Андрей души не чаял в своих белокурых девочках, одинаково, сильно, любя их обеих. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова